Меня зовут Денис Кобыченко, я веб-дизайнер, сооснователь компании Batojansweb и преподаватель курса веб-дизайн в SourceIT. Если мы посмотрим на дизайнеров, которые существуют в мире, то их достаточно много отраслей, это промышленный дизайнер, это дизайнер интерьеров, модельер, ландшафтный дизайнер, то здесь в принципе разница очевидная, все эти дизайнеры не входят в сферу IT. Если говорить уже об IT конкретно, то здесь существует два основных направления в дизайне, это графический дизайн и веб-дизайнер. Графический дизайнер занимается разработкой логотипов, брендбуков, фирменного стиля компании, оформлением печатной продукции, созданием иллюстраций. А вот веб-дизайнер занимается конкретно разработкой интерфейсов для веб-сайтов и мобильных приложений. Если говорить об основных этапах разработки веб-дизайна, то все начинается с анализа. Именно на этом этапе мы анализируем, что будет делать пользователь на нашем сайте. Мы продумываем основные пользовательские сценарии и на основании этого создаем логическую структуру сайта и каждой страницы в отдельности. Следующие два страшных слова, которые являются следующим этапом в разработке веб-дизайна, это варфрейминг и прототипирование. Ничего сложного, варфрейминг это просто дизайн низкой точности, то есть это схематическое изображение веб-сайта, основных блоков, заголовков и так далее. Прототипирование это интерактивный варфрейминг, который можно поклацать, покликать, перейти с одной странички на другую. Следующий этап это ресерчинг, то есть исследование. На этом этапе веб-дизайнер изучает ссылки сайтов конкурентов, смотрит работы других веб-дизайнеров. Основная цель это поиск идей и вдохновения для нового сайта. Ну и следующий этап, самый интересный и он же заключительный, это воплощение всех предыдущих этапов, это графическое воплощение в жизнь с помощью фотошопа, фигмы или скетча, то есть любого графического редактора. Фигма или фотошоп, ну об этом можно конечно же рассуждать очень долго, но ответ очевиден это фигма. Но без знания фотошопа мы не сможем с вами работать веб-дизайнером и не сможем устроиться ни в одну из компаний. Например, у нас на курсе мы начинаем изучение графических редакторов с фотошопа. Это достаточно долгий и сложный процесс, поскольку фотошоп очень сложная программа, которая включает в себя множество возможных инструментов и функций, и на его изучение требуется очень много времени. Но после того, как ребята освоят фотошоп, фигма для них это просто уже пройденный этап, два часа ознакомления с интерфейсом, и ребята свободно работают в фигме. Вдохновение лучше всего искать в работах других дизайнеров, а это можно найти в интернете на таких сайтах, как Behance, Dribbble, Pinterest и Awards. Лично для меня еще хорошим инструментом и поиском вдохновения служит Instagram, где я подписываюсь на соответствующие теги, и уже в моей ленте вместо каких-то там котиков и ненужного контента я вижу прекрасные работы других веб-дизайнеров. UI или UX-дизайн, что важнее? На этот вопрос ответить нельзя, потому что это абсолютно разные вещи. UX – это пользовательский опыт, то есть то ощущение, которое возникает у пользователя в процессе взаимодействия с интерфейсом веб-сайта. А UI – это графическое воплощение UX, то есть пользовательского опыта. На мой взгляд, самыми модными являются те шрифты, которые проверены временем. Если мы зайдем на такой ресурс, как Google Fonts, и посмотрим на шрифты, которые находятся в топе, то мы увидим такие гарнитуры, как Robota, Open Sans, Nota, Meriweather. И это неспроста. Именно эти шрифты используются самыми топами компаниями в мире. Например, компания Android в своей системе использует шрифт робота. Технически – может. Насколько мне известно, существует несколько видов дальтонизма, но основной из них – это когда люди неправильно воспринимают красный и зеленый цвета. И люди знают об этой проблеме, и они будут более аккуратно использовать эти цвета в своих дизайнах. Кроме этого, у каждого цвета есть свое кодовое обозначение. И зная код конкретного цвета, человек может использовать его в своих дизайнах. Работать лучше там, где тебе хорошо. Поэтому каждый человек для себя выбирает свою дорогу. На фрилансе основные плюсы – это то, что человек сам контролирует свое время, объем работы и место, откуда он работает. Веб-студии – это работа в коллективе. Это общение с коллегами, общение с друзьями. Это особая дизайн-атмосфера, которую ты не получишь на фрилансе. В любом случае, каждый человек выбирает сам для себя свой путь. Давайте назову самые популярные. Их же мы используем у нас в компании и на нашем курсе. Это Figma, Adobe XD, Sketch, InVision, Aksure и After Effects. К сожалению, у нас в стране нет специализированного образования. Этому в институтах не учат. Знания по веб-дизайну можно приобрести на курсах. Например, у нас Source IT. Рисовать веб-дизайнер может не уметь. Это не страшно. Но тоже такой вопрос очень интересный. Мне часто его задают. Если ты умеешь рисовать, значит, ты сможешь создавать достаточно персонализированный контент. И твои сайты будут выглядеть более разнообразно. По сравнению с твоими коллегами, которые рисовать не умеют. Но если рисовать ты не умеешь, то в интернете достаточно контента, который ты сможешь использовать и переделать под свои потребности. Чувство вкуса прямо пропорционально количеству сайтов, которые ты посмотришь в интернете. Ранее я уже говорил о специальных сайтах, где можно вдохновляться, искать примеры. И еще очень хорошая практика развития чувства вкуса является ежедневная практика. Любая идея, которая пришла тебе в голову, должна быть отображена графически. А еще нужно много читать, смотреть видео, слушать подкасты, ходить на дизайнерские тусовки. В общем, жить жизнью дизайнера.